Декабрь в разгаре, геймеры плачут и важнейшее видео уже нельзя откладывать дальше. С вами Алена Андронова, актриса дубляжа, режиссер, ведущая, а это канал Нинтендо. И сейчас мы назовем 23 лучших игры 2023 года. Воздадим должное и долгожданным шедеврам хитам, и всем внезапным приятным сюрпризам. Понятное дело, речь пойдет о новинках для Switch, ведь, как знает каждый, на эту консоли выпускают все самые лучшие игры. Ладно, поехали от винта, мы начинаем. А вы смотрите внимательно и не стесняйтесь вступать в дискуссии и даже в споры прямо под этим роликом в комментариях. И заодно оформите подписку, чтобы ни одно классное видео больше не пропустить. Нужно больше марева. Итак, первая номинация, самая важная и обязательная для канала Нинтендо. Топовые игры про волосатого водопроводчика. Ну, то есть про усатого, но это уже мелочи и нюансы. А, между прочим, повод действительно значимый, прямо-таки беспрецедентный. Впервые за более чем 10 лет Нинтендо выпустила полностью новую двухмерную Super Mario Bros. Это не раннер для iOS и Android, не мейкер уровней в стиле «развлеки себя сам» и даже не ретро с приставкой Нью, а полноценный шедевр дизайна и инноваций. С мемным слоном, кооперативным режимом и небывалой красоты анимациями. Super Mario Bros. Wonder – чудо. Эта игра дарит бурю эмоций и удовольствия. И в жанре не было ничего лучше нее со времен Rayman Legends или вообще доисторической Super Mario World. Даже удивительно, что подобный шедевр не стали придерживать для потенциальной новой консоли, а выпустили для всех владельцев нынешний Switch и даже на русский язык перевести не забыли. Воистину, идеал. А кто не согласен, с тем Боузер спал. Та-дам-та-дам-там! Фу! И наоборот, вторая игра у нас в номинации – это аккуратный, хирургически точный, пропитанный нежностью и любовью к оригиналу долгожданный ремейк Super Mario RPG. Ролевки из тех благословенных времен, когда компания Square еще была королем жанра. Тут есть интригующие, полные сюрпризы в сюжет, неплохая боевка в классическом для JRPG стиле, а также культовые и обожаемые фанатами персонажи, которые угодили в прежде невиданные условия и проявляют себя удивительным новым образом. Более поздние Paper Mario и Mario & Luigi – это не то. Там RPG-составляющих осталось немного, а вот ремейк последнего эксклюзива SNES – ролевая игра с большой буквы Mario. И теперь ее можно пройти без крови из глаз, хотя ретро-режим в настройках графики тоже предусмотрен. Бобер, а как игры-то покупать? Зачем мы вообще рассказываем сейчас про них, если невозможно же ничего приобрести сейчас на Nintendo, на Switch, в магазине? У меня есть для тебя ответ. Наши партнеры – donatov.net, ведь у них на сайте можно приобрести карты пополнения в eShop в любой регион по очень выгодным ценам. А если ты, да, почему ты играешь не только на Nintendo Switch, а еще на Xbox и PlayStation, то у них можно купить подписки. А если вдруг ты ПК-боярин, то Steam ты сможешь там оформить и пополнить без всяческих проблем. Причем знаешь, какие ребята хорошие? Какие? У них просто как в интернет-магазине. Приходишь и покупаешь. Не нужно ждать, пока какой-нибудь менеджер ответит тебе в Телеграме или какой-нибудь в WhatsApp. А еще еженедельно они проводят у себя розыгрыши в группе ВКонтакте с призами. Но самое главное, если ты перейдешь по нашей ссылке в описании и зарегистрируешься, то получишь 5% скидки на любой первый заказ, что бы ты там ни купила. Поняла? Классические шедевры теперь и на Switch. Впрочем, в отличие от провальной Wii U и специфической 3DS, гибридная Nintendo Switch прекрасно себя чувствует даже без Марьева. На консоль выпускают многие сотни хороших мультиплатформенных игр, иногда адаптируя даже культовые хиты прошлых лет и не знающие себе равных шедевры. Отличный пример Red Dead Redemption — это превосходный вестерн с открытым миром от авторов серии GTA. Фантастика уже то, что подобная крупная студия вообще ввязалась в нишевый и, казалось бы, проигрышный даже жанр, и при этом умудрилась вернуть ковбоям давно потерянную популярность. Но то, что Rockstar еще и впихнуло полные приключения, квестов и перестрелок Фронтир в старенькие и основанные на чипе от мобилок Nintendo Switch, это вообще намекает на сделку с дьяволом, ну или применение инопланетных технологий. Впрочем, как бы то ни было, несмотря на значительно упрощенную графику, Red Dead Redemption действительно здесь, в нашем Switch, и это один из прекраснейших релизов года. И на этом фоне сборник-ремастер нескольких стареньких выпусков Metal Gear впечатляет уже не то, чтобы сильно. И не нужно быть Джоном Кармаком, чтобы запихнуть в Switch эмуляторы игр 20-30-летней давности. Однако некоторые составляющие Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 все равно бесподобны. Snake Eater HD, например, это и выживач, и шпионский триллер с гениальным сценарием, предыстория всех остальных игр серии. Suns of Liberty — хулиганское, дерзкое, озорное «фак ю» и ожидание многих фанатов, и вообще всем канонам жанра, но при этом интереснейшая игра, впечатляющая умные истории. Первая же оригинальная Metal Gear Solid — это попросту лучший стелс-экшен из всех, удивляющий и прорывными игровыми механиками, и нарушениями четвертой стены, и обсуждением нескольких не теряющих неоднозначностей и актуальностей непростых тем, например, частных военных корпораций. Говоря проще, этот сборник must have. Японская дичь во всей красе Metal Gear Solid — эталон популярной и титулованной игровой дичи, однако Кодзима отнюдь не единственный японский автор, который умеет удивлять геймеров. Во времена Wii, например, создатель серии Fatal Frame, малоизвестный у нас Макото Сибата, объединился с экстравагантным Гаити Судой и создал незабываемый хоррор Mask of the Lunar Eclipse. В тот момент мрачный детектив о подростках, пробующих изучить свое прошлое и устранить последствия психологических травм, не смог покинуть пределов Японии, однако для Switch игру отшлифовали, модернизировали и выпустили во всем мире сразу, чем точно порадовали поклонников жанра. Вооружившись фонариком и фотоаппаратом, сотни тысяч геймеров бросились в омуты тайм Fatal Frame, и, судя по отзывам, никто не остался разочарованным. Интересные битвы и оригинальные декорации не оставили равнодушными фанатов ужастиков, и такие хорроры нам нужны. Пускай возрождают Fatal Frame и продолжают легендарную серию, а мы, в свою очередь, посвятим видео ее интересной и сложной истории, если того захотят наши верные спонсоры с Густи. И вот, кстати, их список справа на экране, ну, если вы вдруг еще не заметили. Хотя, если задуматься, хорроры про привидения, они и в Японии хорроры про привидения, будь они даже трижды причудливыми. Но вот какими словами описать Катамари, творение Кейта Токахаси? Какого жанра эта чудо-юдо-игра? Таинственный космический принц закатывают вселенную в огромный шар. Словно бы делает снеговика, но только из всей попадающейся на дороге материи. Сперва это песчинки, скрепки, камни, затем уже деревья, здания и животные, а после горы, моря и даже планеты. Ограничений тормозов нету вообще. Поражает и логика автора Катамари, и тот факт, что игра эта фантастически удивительна. Она затягивает, впечатляет масштабами, и геймеру все время хочется закатать в шар что-нибудь еще. Или кому-нибудь. Не побоюсь сказать даже, что вела в Катамари Реролл самый настоящий игронаркотик, который при переиздании на Nintendo Switch и благодаря дополнению с испытаниями сумел стать по-настоящему совершенным. Прямо как форма шара. Всех убью, один останусь. Вот только не надо, не надо считать, что мы тут в Nintendo гонимся сплошь за странной экзотикой и отвергаем классические игровые механики. Помимо прочего, у нас в награждении есть номинации для лучших стрелялок, в которых задача простая и понятна — убить всех врагов и самому выжить. И в этом жанре в прошедшем году на Switch блистал третий Borderlands, гарантировавший каждому геймеру высшей степенью крышесносное приключение, как в кооперативном режиме, так и в одиночку, в зависимости от вашей коммуникабельности. Десятки и сотни вариантов оружия, герои которых еще и можно прокачивать, а также огромные, полные опасностей, квестов и сюрпризов, инопланетный фронтир, космический дикий запад с яркими персонажами и запоминающимися злодеями. Когда-то первая Borderlands стала началом поджанра лутершутеров, а теперь альтимейт-переиздание Borderlands 3 довело формулу таких игр до идеала. Старье от Nintendo Switch не испортит Но инновации — не единственный путь к грандиозным успехам. На каждую Switch-революцию или разрывающие в клочья шаблоны ботву у Nintendo всегда есть ремейки, ремастеры и переиздания классики, почти всегда получающиеся и актуальными, и очень удачными. Взять, например, хотя бы сборник-делогию Advance Wars Reboot Camp. Эти пошаговые стратегии с непрощающим грубых ошибок геймплеем, помимо прочего, удивляют еще и весьма злободневным сюжетам. Несмотря на мультяшный дизайн, война в них показана без каких-либо прикрас. Но что еще более удивительно, так это отсутствие у Advance Wars конкурентов. За 20 лет со времен выхода оригинальной дилогии повторить успех этих игр попробовали разве что авторы инди-стратегии Wargrove. А вот так, чтобы и с сочной графикой, и с разнообразным дизайном миссии, и с очень умным искусственным интеллектом, так вновь смогла только Nintendo. И хотя на первый взгляд Advance Wars выглядят как обычные тактики, возможность захватывать базы, копить ресурсы и создавать в нужных местах новые юниты превращает дилогию в нечто особенное. Делает ее обязательной для всех поклонников неординарных военных стратегий. Почти ни капельки не устарел и легендарный Metroid Prime. Одна из самых новаторских игр консоли GameCube. И позапрошлого десятилетия. За счет подтянутой графики анимации он сидит на Nintendo Switch как влитой и выглядит образцом для подражания. Во-первых, Metroid Prime — это выдающееся научно-фантастическое приключение с замечательными головоломками и небанальным сюжетом. Во-вторых, Metroid Prime — это один из величайших, наряду с Halo, консольных шутеров, поражающих воображение своей передовой системы прицеливания. Ну и, наконец, в-третьих, Metroid Prime — вы не поверите! Metroidvania — не с видом сбоку и не двухмерная, а с видом из глаз и в фантастической степени погружения. Исследовать удивительный мир и постепенно получать новые пушки и суперумения на Nintendo Switch стало еще увлекательнее. И наплевать, что в ремастер не завезли крайне желанную функцию автосохранения. Сам Исаран все равно сможет спасти и сохранить мир. И мы ей с гордостью посодействуем. Младшему же поколению и всем фанатам добрых платформеров определенно зайдет Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Тоже ремастер, но уже эксклюзив V. Сразу четверо игроков могут отправиться в полное магии путешествия по стране грез, чтобы починить космолет друга Кирби. Да-да, тут у нас тоже научная фантастика, как ни странно. Кирби, вот этот вот маленький чувачок, может глотать врагов и копировать их характеристики, а также превращаться в огромного боевого человекообразного робота, а также использовать уйму полезных предметов. Например, хлыст. Чтобы преодолеть сотни препятствий, победить дюжину боссов и с милым видом причинить всем добро. Платформенные задачки в наличии, простенькие головоломки, как и всегда прилагаются, а кроме того, в этом расширенном переиздании есть также множество мультиплеерных мини-игр. Kirby's Return to Dream Land Deluxe – отличный выбор еще и для вечеринок, в том числе для рождественской и новогодней. Скворечник снова дует в финалки! Nintendo Switch – это вообще райский уголок для старых игр. И лучше прочих, это осознала Square Enix, которая в этом году решила воспользоваться ностальгией фанатов финалок. Решила! И выпустила мегасборник из сразу шести пикселей ремастеров двухмерных классических Final Fantasy. Что примечательно, это игры еще и с тех времен, когда Square работала по заказу Nintendo, а не создавала трехмерные JRPG для конкурирующей PlayStation. Причем для Dendy ролевки со стенами текста, естественно, толком в РФ не завозили, а более поздние JRPG для Super NES не прижились еще и из-за высокого ценника. То есть у нас в регионе первые шесть частей Final Fantasy никогда не были толком известными, и потому сборник ремастеров – это чистейший клад. Прямо-таки сокровище. Кроме того, проходя гексологию, можно проследить за эволюцией жанра, и боевых систем, и персонажей, и сюжетов. Только учтите, что периодически вас будет ждать мощная и бессердечная драма. В одной из игр пара детей даже жертвует своими жизнями ради взрослых товарищей. Частично на ностальгии основана и ритм-игра Theatrhythm Final Bar Line. Однако нужно воздать должное ее разработчикам, поскольку этот спин-офф вышел весьма креативным. Тут есть почти четыре сотни мелодий из более чем сорока выпусков Final Fantasy, в том числе из малоизвестных и экзотических. И ладно бы это была просто приятная и красивая музыка, Так на нее еще и завязан интересный геймплей, в ходе которого вы, вовремя нажимая на кнопки и сохраняя заданный ритм, должны навалять знаменитейшим боссам и помочь 104 легендарным героям в их приключениях. В сущности Theatrhythm Final Bar Line — это динамичный и лаконичный, но вместе с тем весьма продолжительный экскурсионный маршрут по истории и достижениям серии Final Fantasy. Идеальный спин-офф, рай для фанатов. Даже мультиплеер этот предусмотрен. Все бы вот так доили франшизы, как это делает Square Enix. JRPG здорового человека При этом и новых оригинальных JRPG на гибридной японской консоли тоже хватает. В этом году их вообще было настолько много, что для самых лучших мы выделили номинацию. Долгожданная и очаровательная Sea of Stars стала доказательством, что визуально прекрасные и запоминающиеся RPG по силам создать даже скромным студиям. Главное — это талант и старание, а также поддержка верных фанатов и готовность прислушиваться к их пожеланиям. Связанный со вселенной ниндзя-платформера The Messenger, фэнтези-мир Sea of Stars стоит в себе сотни загадок. Под землей, под водой, в небесах и в закоумках лесов и пред горей. Его интересно исследовать, его интересно освобождать от чудовищ и, что очень важно, про него интересно рассказывать, делиться опытом и впечатлениями со своими друзьями. Пускай Sea of Stars и не рогалик, каждое ее прохождение все равно получается разным. Тут нет места гринду, нет места повторам, игра постоянно удивляет чем-нибудь новым. И именно как новое слово в жанре Sea of Stars нам и запомнилось. Пусть даже совсем идеальный, ее и не назвать. Не лишена недостатков, конечно, и новая Fire Emblem с подзаголовком Engage. Фанаты и критики дружно ругают ее за сюжет. Но, когда дело доходит до ролевой и боевой составляющей, Fire Emblem в очередной раз напоминает, кто является основателем, законодателем и примером для подражания в жанре тактических РПГ. Тонкое взаимодействие между героями разных классов позволяет умелым геймерам побеждать даже в безвыходных, катастрофических, казалось бы, ситуациях, демонстрируя фэнтезийным злодеям триумф и превосходство людской фантазии, интеллекта и изобретательности. Прокачивая персонажей и изменяя их экипировку, игроки Fire Emblem Engage могут создавать новые уникальные комбо и открывать прежде невиданные эффекты, чтобы сполна насладиться лучшей тактикой года. Чем больше даешь этому эксклюзиву свитч, тем больше и получаешь от него в ответ. Такая любовь может быть только взаимной. Впрочем, королевой JRPG-жанра уже много лет остается Persona, в том числе благодаря своему сеттингу и небанальным сюжетам. Год назад на Nintendo Switch сияла полностью новая пятая номерная часть серии, а на сей раз мы получили переиздание — ультимативную версию Persona 4 Golden. Когда-то она была лучшим из эксклюзивов PlayStation Vita, а теперь стала еще одним безусловным шедевром в коллекции JRPG для Nintendo Switch. События этой игры разворачиваются не в каком-то типичном и усредненном фэнтези-мире, но в небольшом японском городке, где старшеклассники вынуждены сражаться с неведомым, заводить и друзей, и врагов среди монстров и демонов, а также искать смелость и героизм в собственных душах. Продуманная боевая система, способствующая погружению убедительный сеттинг, а также глубокие образы и характеры главных героев — вот основные причины, почему поиграть в эту персону следует каждому, у кого есть Nintendo Switch. Очевидно, успех четвертой и пятой персоны — доказательство, что не нужно бояться сиквелов, треквелов и остальных продолжений. Среди них тоже порой попадаются по-настоящему классные первосортные игры. Полное всевозможных религиозных подтекстов, мрачное, строгое, но справедливое геймеру Blasphemous 2 — пример того, как в двухмерном платформенном экшене может скрываться невероятная глубина. Тут есть и механики, свойственные метроидванием, и множество элементов в стиле Dark Souls, и отлично прописанный, полный деталей, раскрывающийся шаг за шагом и неизменно интригующий сеттинг. Невозможно поверить, что на первую часть когда-то просили всего 50 тысяч долларов через Kickstarter. Настолько здорово, дорого и богато выглядит Blasphemous 2, сохраняя при этом фирменный стиль и пиксель-арт. Новые игровые механики вместе с опаснейшими до предела противниками сделали приключения пирамидоголового рыцаря, кающегося одними из самых сложных, новаторских и увлекательных в уходящем году. Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged наоборот. По абсолютной шкале явно не тянет название гениальной игры. Ну, либо мы, избалованные Марио-картом, ничто другой шедевром не назовем. Тем не менее, ездить на игрушечных автомобилях по кухням, спальным, гостинам и периодически добираться даже до сада, чтобы и там погонять по бою ракам, на удивление оказалось чертовски весело. Что-то подобное давным-давно можно было почувствовать в российской игре «Недетские гонки» или еще раньше в двухмерных микромашинках. Но современная графика и целый спектр всевозможных режимов делает эти заезды как никогда зрелищными и захватывающими. Тут есть и гонки на выживание, и скоростной дрифт, и редактор трасс, а каждая из более чем сотни машинок вдохновлена настоящим легендарным спорткаром, раллийным болидом или еще каким баги. Быть может, искрогениальности авторам этой игры не хватает, однако контента в ней более чем достаточно, и он весь без исключения интересный и качественный. Определенно запомнится всем поигравшим и Octopath Traveler 2. Ролевая игра, хорошо сочетающая в себе элементы двухмерной и трехмерной графики, а также способная поведать истории сразу восьми уникальных героев. Каждая из них овладает и замечательно проработанным прошлым, и собственными идеалами в настоящем, и ни на что не похожей дорогой к светлому будущему. Быть может, масштабами Octopath Traveler 2 и не дотягивает до Baldur's Gate 3, но многим другим играм жанра она все равно может дать фору. Предметы, действия, диалоги, сюжетные линии, преимущества, слабости, отношения к миру — все это индивидуально для каждого из героев японской новинки. Ну, а помимо того, она может похвастаться гибкой системой прокачки умений и очень логичной и удобной боевкой. Даже терпеть поражение в сражениях с боссами в такой RPG совсем не обидно. Не игра, а просто сказка. Теперь давайте уделим время и похвалы нескольким атмосферным и чарующим играм, в которых чувствуется своеобразная магия — школа волшебства, молодой ведьмы или же экзотических жанровых экспериментов Nintendo. Ну, например, не чудо ли, что на Switch удалось достойно портировать высокооцененную Hogwarts Legacy — большой и комплексный приключенческий экшен с открытым миром и вполне современным уровнем графики. Впрочем, первое волшебство случилось тогда, когда эта игра от неопытной студии сумела стать лучшим цифровым воплощением миров Джоан Роулинг за все эти 25 лет, что существует вселенная Гарри Поттера. Миллионы поклонников по всему миру впервые в жизни смогли свободно, без тесных рамок киношных сюжетов, погулять по школе Хогвартс, испробовать множество заклинаний, укоротить фантастических чудищ и сразиться с темными магами. Возможность лично, чуть ли не собственной кожей ощутить чудеса волшебной Британии и взглянуть на ее жителей глазами юного колдуна. Подобное просто бесценно. А потому Хогвартс Легаси — это одна из величайших новинок 2023 года. Как вообще на всех платформах, так и конкретно на Nintendo Switch. Кстати, в декабре выходит наконец-то полная русская локализация озвучка игры Хогвартс Легаси. Так что ждите. Кстати, знаете, кто там озвучивает? Кто Алена? А я! И не только я, а еще более сотни потрясающих всем известных популярных актеров дубляжа, которых вы слышите в кино, в других играх и много где еще. Хогвартс получается воистину сказочным. И я сама жду, не дождусь, когда смогу поиграть уже с русской озвучкой. И я думаю, что мы даже пострибим. Постребим, Бобер? Постребим, Бобер! Постребим! Постребим! Полным сюрпризов, чарующим и увлекательным вышел и приквел трилогии про Байонету. Мастера скоростных экшенов из студии Platinum Games рискнули попробовать свои силы в ином поджанре. Создали игру, где созерцанию и головоломкам уделено не меньше времени, чем сражение. Сказочная стилистика, необходимость управлять сразу двумя персонажами — все это сперва взорвало мозг фанатам, но после полностью их покорило. Игроки смогли и насладиться самодостаточным, увлекательным приключением будущей дерзкой ведьмы и переосмыслить свое отношение к ней и окружающей ее вселенной. Байонета Origins Ceresa and the Lost Demon — это история и о личностном росте, и о необходимости работать в команде, и о том, что не стоит недооценивать маленьких девочек. Такой феминистический манифест здорового человека. И, на удивление, очень уместный и свежий взгляд на Байонету. Возможно, подобный приквел был сейчас даже нужнее еще одного скоростного слэшера-сиквела. Полный чудес всякий раз получаются игры и серии Pikmin. Выходят они достаточно редко, суперхитами тоже отнюдь не становятся, однако в поджанре стратегии с непрямым управлением ничего даже близкого по качеству и увлекательности все равно нет. Конкретно в Pikmin 4 разработчики устранили все мелкие неудобства предыдущих частей и создали геймплей, способный увлечь игроков сразу нескольких поколений. И детей, и родителей, и даже дедов. Исчезновение таймера не просто сделало Pikmin дружелюбнее геймерам, но еще и дало разработчикам больше свободы, помогло создать более разнообразные и интересные уровни, заодно увеличив масштаб событий космического стратегического приключения. Новинка слегка монотонна, но даже это ей только на пользу, поскольку технические характеристики Switch помогли сделать Pikmin 4 еще и самой красивой игрой во всей серии. Пейзажами хочется не спеша любоваться. Игра года! Поскольку мы, в отличие от судей The Game Awards, не стеснены ни повесточкой, ни чемоданами, ни ордами агрессивных пекарей, у нас игрой года заслуженно стала The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Эта игра получилась достойным, полноразмерным сиквелом легендарной Breath of the Wild, доказав, что Nintendo вполне по силам повторить успех даже такой грандиозной и всеми любимой игры. Впрочем, одним повторением пройденного разработчики не ограничились. Им было мало создать просто отличное продолжение, и они постарались в очередной раз изобрести The Legend of Zelda заново. Результат их стараний оказался без преувеличения феноменальным. Благодаря оригинальной и не лишенной магии физике, геймеры соорудили в игре сотни миллионов волшебных устройств. Порою размером крупнее драконов. Эти механизмы помогли и путешествовать по Хайрулу, и исследовать его уголки, и побеждать монстров, вплоть до могучего и вновь вернувшегося к жизни Ганандорфа. Каждое прохождение The Legend of Zelda Tears of the Kingdom таким образом стало индивидуальным, уникальным, неповторимым и незабываемым. И каждый, кто владеет свитч и поиграл в новую Зельду, наверняка назовет ее лучшим и величайшим приключением года. Если согласны, то ставьте лайк, не забывайте оформить подписку на Boosty и если вам понравилась я, то пишите комментарии, если мы наберем тысячи комментариев, то я обязательно вернусь к вам в новых выпусках. Так что, до новых встреч на канале Нинтендо, а также в наших сообществах и Яндекс.Дзене. С вами была Алена Андронова. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok